Внимание! В средней школе номер 7 случился пожар. Услышав звук сирены, ребята организованно покидают учебное заведение. Такие обучающие мероприятия для мальчиков и девочек не новы. Вместе со спасателями, а также на уроках по основам безопасности жизнедеятельности, они регулярно отрабатывают навыки грамотного поведения при чрезвычайной ситуации, а полученные знания могут применять на практике. Первым делом нужно собраться всем классам по два и идти, только нельзя паниковать, потому что если паниковать будем мы, то мы никогда не спасемся. Подобные экстренные эвакуации обязательны элементы крупномасштабной акции «День безопасности. Внимание всем». Цикл мероприятий призван обратить внимание граждан на вопрос обеспечения безопасности. Акцент в этой деятельности на школьниках. Этот процесс мы проводим регулярно и стремимся так, чтобы в каждом учебном заведении как минимум хотя бы раз в полгода проводился на практике такой процесс. Цель его, прежде всего, конечно, подготовить учащихся, чтобы не было паники, не было большой тревоги, что есть необходимость, надо эвакуироваться. А причин для этого множество. Традиционно в рамках акции проходят встречи и конкурсы для школьников. В очередной раз для ребят спасатели подготовили большую викторину. Мальчики и девочки активно включились в игру. Для кого-то из них это отличная возможность обновить свои знания по правилам обеспечения пожарной безопасности. Для кого-то шанс узнать больше о профессии спасателей. Я просто в детстве тоже смотрел такой, уже выбирал, кем я хочу стать. И в лагере нас вели на экскурсию на пожарную станцию. И там нам показали такое мини-кино, как можно сказать, как работают пожарные. Меня просто это впечатлило и я просто начал активно этой темой увлекаться. В рамках акции «День безопасности. Внимание всем!» спасатели станут участниками общешкольных собраний, где расскажут о том, что нужно знать родителям, оставляя ребёнка одного дома. Продолжится акция на базе гостиниц и хостелов, где сотрудники МЧС в очередной раз напомнят, как действовать при чрезвычайных ситуациях в общественных местах. Продолжение следует...